Поговорим о том, какие же у нас есть лидерские стили. Стили, которые мы как менеджеры используем. То есть S1 — это тот стиль, который мы используем в работе с D1. Это тот стиль, который подразумевает, что мы даем четкую команду к действию, четкую команду к руководству. Мы говорим, что человеку делать. Здесь, в принципе, все просто. Вы ставите цели, вы определяете точки, на которых мы эти цели проверяем, и вы, собственно, имеете готовый результат. То есть следующий этап наш — это работа с D2. Это продажи фактически. То есть мы человеку должны продать, почему ему нужно вот так именно поступить, почему вот так вот будет правильно, тем самым поднимаем ему мотивацию. S3 — мы участливо общаемся с человеком. Что мы здесь делаем? Рекомендация руководителям, рекомендация менеджерам. С D3 мы задаем вопросы. Вы здесь выступаете немножечко как коуч, да? То есть вы советуетесь, вы показываете человеку, что его экспертное мнение, оно для нас и для вас важно. И вы задаете ему вопросы для того, чтобы он сам пришел к тому решению, которое нужно. При этом вы не забываете, что делать, то, что мы с вами уже до этого проговорили. Вы хвалите человека и поднимаете тем самым его мотивацию. Хорошо, то есть если мы говорим о D4, то мы используем стиль делегирования. Что мы должны сделать, когда перед нами сидит D4? Мы должны ему не мешать. Ну, на самом деле все очень просто. Это человек, который обладает знаниями, мотивацией. Соответственно, что вы можете его спросить? Какая тебе от меня нужна помощь? Чем я могу тебе в данной ситуации помочь? Как я могу тебе быть полезен? То есть вот такого рода вопросы. Таким образом вы общаетесь с нашим D4. И это как раз то, что поможет вам достичь наилучшего результата. Еще один момент с D4, который можно использовать. Когда мы работаем с D4, можно предлагать ему челленджи. То есть можно предлагать вызовы, чтобы он мог себя как-то показать и проявить. Это как раз именно то, что ему поможет не заскучать. Потому что когда человек доходит до нашего «все хорошо с D4», вот таких бы D4, да полный проект. Но что происходит? Человек работает с одним и тем же. Он здесь эксперт, он здесь специалист. Он начинает скучать. Он начинает хотеть чего-то большего. Он начинает хотеть каких-то вызовов. Соответственно, очень важно это вовремя заметить как менеджеру и дать человеку возможность дальше продолжать развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова